В Сенате Соединённых Штатов Америки зарегистрирована резолюция в поддержку Республики Молдова. Документ подтверждает позицию США в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также суверенное право страны на создание партнёрских отношений без внешнего давления, включая право на ассоциацию с Евросоюзом или региональными организациями. Сенат призывает правительство Молдовы продолжать осуществление важнейших реформ для укрепления потенциала и доверия к демократическим институтам, правосудию, борьбе с коррупцией и деятельности гражданского общества. Резолюция подтверждает также важность свободных, честных и прозрачных выборов и поддерживает усилия в борьбе с дезинформационными кампаниями в Восточной Европе. Конгрессмены призывают также Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства по выводу войск и боеприпасов с территории Республики Молдова. Также они призывают Москву воздержаться от экономических угроз и давлений на Молдову. Кроме того, они призывают Россию прекратить любые действия, которые поддерживают сепаратистские движения на территории Республики. В документе также говорится, что все стороны, участвующие в урегулировании Приднестровского конфликта, должны воздержаться от односторонних действий, которые подорвали бы усилия по выявлению мирных решений, обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Находящийся в Вашингтоне спикер Андреан Канду в ходе встречи с председателем Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, членом Комиссии Сената по международным отношениям с сенатором Роном Джонсоном призвал оказать поддержку в продвижении резолюции. В то же время президент Молдовы Игорь Дадон заявил, что способ реинтеграции будет решён на референдуме, а конкретные сценарии объединения будут обсуждаться после следующих парламентских выборов. После того, как будет найден общий знаменатель в Кишину, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу. В то же время глава государства говорит, что после политического решения Приднестровского конфликта войска с территории левобережья Днестра должны покинуть зону вместе с вооружением, которое там находится.